Поливайте свои орхидеи по моим рецептам, и ваши орхидеи смогут процвести на большое количество бутонов практически круглый год с обилием цитоносов и новыми ответвлениями. Цитрусовый полив, который я практикую уже давным-давно, подразумевает использование вами лимона или апельсина свежевыжатого сока. Для приготовления лимонной воды или апельсиновой воды вам понадобится всего лишь приобрести или аскорутин, или апельсин. Это для приготовления апельсиновой воды. Из расчета 2 таблетки аскорутина на 1 литр воды или же свежевыжатого сока апельсина 1 чайная ложка ровно 5 грамм на 1 литр воды. То же самое с лимонной водой, 1 чайная ложка свежевышнего лимонного сока или можно использовать пищевую лимонную кислоту из расчета 2 грамма на литр воды. Такой цитрусовый полив по моему рецепту очень хорошо себе зарекомендовал на просторах YouTube, вы в этом можете убедиться сами. Мои видеоролики про полив орхидеи во время цветения лимонной водой, апельсиновой водой, так называемый цитрусовый полив, он способен сотворить настоящий фурор в горшках с вашими орхидеями. Преимущество такого полива цитрусового подкисленной водой является то, что ваши орхидеи смогут не только пробудить новые цветоносы, пустить новые ответвления на уже существующих цветоносах, разбудить свои орхидеи, помочь проснуться спящим почкам, а также поможет нарастить успешно, в кратчайшие сроки, хорошо обеспечить наращивание корневой системы у ренемашек орхидеи. То есть цитрусовый полив обладает очень комплексным воздействием на наши орхидеи, и такие растения после цитрусового полива лимонной, апельсиновой, подкисленной водой становятся настоящими, образцовыми, показательными результатами, с большим количеством цветоносов от 2 и более, и с большим количеством бутончиков, в среднем от 7 и более. Именно поэтому, если вы преследуете такую цель цветения очень большим количеством цветоносов, для того, чтобы получить потом в конечном счете настоящий букет, орхидейный букет цветов, то вам понадобится всего лишь соблюдать такое правило по поливу орхидеи с мягченной водой. Именно лимон и апельсид и дают такую нам воду. Они ее готовят, они ее преобразуют, смягчают, они хорошо регулируют pH-баланс, который самым является оптимальным для полива наших орхидеи. Такая вода является настоящим чудотворным, волшебным таким эликсиром для полива наших орхидей и может использоваться абсолютно без какого-то либо малейшего даже ограничения. То есть такой хорошей, качественной, правильной, показанной водой, цитрусовой водой, вы можете поливать свои орхидеи абсолютно без конца края. То есть можно использовать хоть каждый полив. Единственное исключение с правил это то, что я всегда за разнообразный рацион питания, за действительно абсолютную смену всех ингредиентов или препаратов, черед их между собой и пораздельное внесение в поливочную воду с целью для того, чтобы был баланс питательных веществ в растительном организме и чтобы орхидеи смогли абсолютно быть обеспечены со всех фронтов абсолютно всеми. как макроэлементами, как микроэлементами, как витаминами, аминокислотами и другими обязательными полезными элементами, которые, конечно же, играют роль. В частности, я сейчас веду речь о йоде, который многие недооценивают, считая его микроэлементом, а значит, позиционируют его как такой вспомогательный элемент, который может использоваться, а может, в принципе, быть и нерассмотренным, недооцененным. На самом-то деле, именно йод мне в свое время помог очень сильно улучшить качество цветения на своих орхидеях. Если вы зайдете ко мне на страничку в Инстаграм под ником Орхидс Инна, то вы обратите внимание и убедитесь лично в том, что качество цветения, количество бутонов абсолютно стало другим, в пользу, в лучшую сторону. То есть, у меня и раньше всегда цвели орхидеи хорошо, на два цветоноса, пышно, красочно, обильно, ярко-юрко. Но после еще внесения, внедрения йода, после использования борной кислоты, янтарной, того же аскорутина, никотиновой кислоты, то есть комплекс альянс кислот, которые я всегда приветствую для использования, для добавления в поле. И единственное, конечно, говорю, нужно всегда их между собой разделять. То есть, я использую в полив, если мы говорим в контексте кислотного полива орхидеи, то я всегда стараюсь их использовать именно порой. Это помогает мне не допускать какой-то реакции кислот между собой в процессе приготовления раствора. Часто так случается, что орхидеи могут в показанное благотворное время для выпуска новых цветоносов пустить цветоносы, запустить систему периода цветения, бутонизации, и при этом по какой-то абсолютно неопределенной причине внезапно встать сушить бутоны, что приводит к потом последующему их опаданию бутонов, увяданию, пожелтению, высыханию, даже цветоноса. Я это делаю вывод на основании ваших вопросов, которые постоянно ко мне поступают и продолжают люди интересоваться этой темой очень актуальное время. Итак, смотрите, из-за того, что сменились условия содержания, в частности, наступил отапливаемое время года, включили радиаторы, батареи, это сразу же сменило условия содержания как уровень влажности. Далее, за счет того, что стало намного раньше темнеть, уровень освещения также подвёгся изменениям, то есть в худшую сторону света стало меньше, воздух стал суше. Всё это, конечно же, должно касаться и отображаться на периодичности нашего полива, на предпочтениях в выборе способа полива. То есть мы должны понимать так, что мы должны полить орхидею питательным раствором, лучше цинтрусовый полив провести лимонной водой или апельсиновой водой, для того, чтобы такая вода идеально подошла под все нужды вашего растения в тот период времени, в котором оно сейчас находится. На примере моих орхидей это сейчас полная стадия процесса путонизации на цветоносах всех моих орхидей. Именно поэтому очень важно сейчас подбирать, адаптировать их полив. Мы должны полить так, чтобы эта орхидея смогла просохнуть в ближайшее время, не стоять постоянно мокрой, но при этом она должна всё равно быть хорошо в меру увлажнённой, потому что, напоминаю, жар от радиатора отопления ведёт к тому, что ускоряет процесс испарения влаги, воды. И поэтому такие орхидеи мы поливаем чаще, но при этом учитываем также все условия проветриваемости, потому что тепличные условия, они должны быть наряду, они должны быть параллельны с условиями проветриванности, циркуляции, аэрации воздуха, то есть обязательного движения воздуха. Иначе всё это прямой путь к появлению плесени, образованию гнилой корней. И, конечно же, всё это будет потом аукнеться и на качестве бутончиков. Они могут высыхать, желтеть, опадать, или же долго не раскрываться, то есть как-то страдать, и они будут испытывать на себя этот стресс. Поэтому очень важно ещё в такое холодное время года, в зимнее время года, как сейчас, во время проветривания стараться убирать горшки с орхидеями от потока прямого холодного попадания на их цветоносы, на листья, потому что это также является стрессовой ситуацией, когда всё это тепло, жарко, потом мы открываем для того, чтобы проветрить, идёт резкая смена температур, перепад температуры, листья моментально охлаждаются, бутоны могут даже замёрзнуть, потому что если вы не уследите и своевременно не закроете окно, то это может в минус, в такую вот низкую температуру, сильно сказаться на состоянии этого нежного, деликатного, уязвимого, даже чувствительного бутончика. Поэтому всё это, конечно же, обязательно мы должны учитывать как физический фактор для того, чтобы сохранить урожай наших цветоносов, потому что мало просто стимулировать появление новых цветоносов. Я думаю, по моим цветоносам вы убедились в том, что очень важно сделать всё, что от нас зависит, поливать орхидеид так, такой цитрусовый полив проводить, лимонной, апельсиновой водой, или же проводить кислотный полив, такими кислотами, каких я упомянула, янтарная, никотиновая, борная, аскорбиновая кислота, всё это, конечно же, должно обязательно быть в совокупности с условиями вашими домашними, которые будут соответствовать хорошему уровню освещения, высокой влажности, проветриваемости и теплу. Кстати, преимущество цитрусового полива лимонной и апельсиновой водой заключается в том, что они улучшают устойчивость орхидей к каким-то неблагоприятным факторам, каких-то засухих, холода, заморозков. Протирайте по листу, поливайте цитрусовой водой.